Здесь такие вот уютные диванчики, можно отдохнуть. И можно посидеть, подумать о жизни, о сегодняшнем дне, что сегодня произошло важного, значимого. У нас сегодня очень много было значимых моментов, и хочется ими поделиться с вами. Потому что сегодня, когда мы стояли возле храма, чтобы попасть в мащам Серафима, ой, Сергея Радонежского, и со мной происходили чудеса, как всегда. Какие чудеса? Опять с меня выходят осуждения, я работаю над этим, я человек. Есть какие-то вещи, которые я стараюсь понять, осознать, измениться, измениться к лучшему. Но они происходят. А опять все без очереди куда-то бегут и толкаются, как маленькие бабушки. Все время уступаю, уступаю место. Все равно тебя норовят так подвинуть, толкнуть. Я все время теряюсь в этот момент. Как-то думаю, как же себя вести, как себя вести, чтобы не реагировать на это. Потому что это происходит с нами, к сожалению, это с нами происходит. Снимать нельзя было, поэтому мы съемок внутри практически не делали. Так немножечко какие-то моменты сняли, а в принципе нельзя было снимать. Поэтому я желаю каждому из вас в таких подобных местах, в таких святынях, однозначно побывать для того, чтобы напомниться, для того, чтобы душой побыть. Бывают ведь моменты, когда ты бываешь в подобных местах, в святых местах, и ты бываешь ногами, ты пришел их ногами там. А душа твоя далеко-далеко в суете в какой-то ты проводишь. А бывает, когда ты приходишь душой. Так вот, сегодня для меня день был, что душа моя там была. Не только ноги, не только тело. Я туда перенесла, но душа моя была там. Потому что, когда я встала на колени перед мужчиной, у меня потекли слезы. И это первый знак для меня, это знак того, что вот я там внутри нахожусь, я чувствую. И второй раз, когда мы попали, знаете, как не случайно. Вернее, случайно, потому что там вход закрыт, туда не всех пускают. Это святыня, где мощи из других храмов находятся, святыни находятся со всего мира. И можно приложиться. И мы когда-то там были с нашим другом, отцом Кронидом. Сегодня мы с ним не созванивались, не договорились о встрече. Потому что это не первая наша встреча, не последняя. Но мы так, собрались и поехали. Мы обязательно вас с ним познакомим. И вот благодаря ему тогда мы побывали во многих, во многих красивых местах здесь. Мы были там, куда, скажем, не всегда можно прихожать или паломнику попасть. Ну, к сожалению, так. Не все всегда открыто. Так вот сегодня случайно открывается дверь. И экскурсия, когда-то приехало, там, человека три. И туда священник проводил. И мы как пристроились дружненько, благодаря Юре. Юра так сразу нам мигнул, пошли. И мы туда опять попали. Так что все происходит по воле Бога. И все было очень классно и здорово. Мы вас очень любим. И желаем вам взять от нас сегодня то, что мы для вас приготовили. А приготовили мы для вас сегодня много-много света, много любви. Будьте здоровы, будьте счастливы. Сергей Евпосад. Лавра. Мы приехали рано утром. Выехали рано из Москвы. Вот у входа столько голубей. Да, и не в большом театре. Они такие нахохленные сидят. Народ идет в лавру. И мы вместе. Ой, мне хочется их немножко вспугнуть. Коля, вспугни-ка. Их, смотри, какие они нахохленные. Голубь – символ Духа Святого. Смотрите, сколько здесь Духа Святого. Боже, они маленькие. Они действительно им холодно. Нужно что-то взять, покормить их обязательно. Вот действительно символ Духа Святого. Место святое. Красивое. Лавра. Ребята. Огромная махина. Место очень духовное. Очень сильное. Мы постоянно приезжаем сюда. Вот последний раз мы были здесь четыре года назад. Здесь стоянка для машин. Можно машину оставить. Мы оставили машину. И идем внутрь. Нас ждут. Хоть в лавру. Да. Сергий. И Ника. На иконе. Ухода. Мы у врат. Уходим во внутрь. Господи, благослови. Все такое старинное. Иконы. С всех сторон здесь росписи. Конечно, их обновили. Художников с этюдниками. Юра, наверное, да. С благословением. Юра, художник. Надо батюшки спрашивать разрешения. Да. Пускают. Пишут ведь. Мы вышли с иконной лавки. Очень много там красивых вещей и таких нужных для дома. Многие спрашивают облачения. Вот иногда если умирают люди в роду, и вот очень правильные вещи, шаги, которые делают люди, это покупают облачения. Ну, христиане так делают. Покупают облачения и приносят свой дар от имени ушедшего в другой мир человека к храму. Ну, к тому, к которому человек ходил. Это считается как наряд, обряд. Патриарх. Да. Да. От патриарх. Едет. Да, конечно. Смеешься надо мной. Коля. А я уж правда поверила. Да. Ну, хотя это может быть. Вполне реально. Они здесь живут, трудятся, молятся. Отходи. Все обновили. Они, наверное, каждый год обновляют, да? Потому что все подкрашено. Еле такие красиво. Тянутся тоже ввысь от колокола. 12 часов бьют колокола. троица, сергиевая лавра, сергиевый посад. Троица, думаю. Вот иногда если умирают люди, обратно. Конечно. Шшш. 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 Угу. очередь стоит в храм сергия много народа сегодня приехал это корпус один из корпусов семинарии вот реставрируют строители так что после восьмого класса можно сюда поступать людям которые ищут духовный путь спелы каждые 4 часа отбивают здесь вот в гологольне художественная лавка мы идем туда сейчас заняли очередь идем туда чтобы согреться немного потому что очень холодно снега как такового нет но зима очень сильно чувствуется коля стоит учите я уже потеряла его а куда они с елками то идут а наверно оба убирали елочки уже с храмов монахи выносят лавка церковная свечки огромные в бисере красиво Сосудики для святой воды У нас есть такой Кстати, мы уже отсюда привозили Очень красивый Кто любит этот сотворечек Можно чашечку Подарочек взять отсюда С изображением лавры Икона храмовая Старинная Еще 600 рублей На территории лавры сохранены люди Которые для ее развития Для ее духовного становления Они в общем-то вложили свои силы На протяжении всей своей жизни И вот это удостойные люди Для того, чтобы в обители быть захороненными Вот архиематрид Матфей Архиепископ Вологодский Томинский Никон Член Священного Синода Царь Сетова Помяни Господи Архиематрид Леонид Наместник Троицы Сергиевской лавры Вот есть более старые захоронения Есть, конечно, новое уже захоронение Это старые очень Это 1877-1891 Так что Чтят память Людей, которые для духовного развития Россия И Сергиевской лавры Вложили очень много сил Люди сюда подходят Приносят цветы Оставляют здесь Свечи Для того, чтобы из-за своих умерших Помолиться В роду И помянуть людей Которые для них значены Прикладываются Прикладываются Мальчишки Уже поближе Я хожу в лавку Погреться периодически Юра, хочешь погреться? Иди, посмотри Там есть что посмотреть Оля, серьезно-серьезно Здесь мы водичку Или святую Храм И входим на улицу Снег пошел Пошел снежок Собор 1422-1423 годах Фрески 1635 года Это вот собор, куда мы сейчас заходим Где мощи Сергия Радонич А вот рядом благословение Вседействующим Это благословение Описание самого храма Когда он был построен Такие действия были Здесь на церковно-славянском языке Написано Это у входа Храм Двери такие еще старинные Железные С собками Кованые Очередь не сильно уменьшается Мы уже поближе Вот Николай Стоит С Юрой И вот очередь Видите Где она заканчивается Ну как бы она не заканчивается Потому что все время подходят Люди Подъезжают люди Сейчас Предрождественские дни Потому что сегодня Четвертое число Это через несколько дней Рождество Поэтому людей В выходные Поэтому паломников Очень много Ну это хорошо Что значит Что-то в наших душах Происходит Что мы чаще Бываем в подобных местах В храмах Значит нам это надо Здесь только тот Кому это надо В храме подаются Записки Только о здравии Священному Мученику Который служит Моливен О мощи Сергея Радонежского К нам туда подаются Всяли записочки Всяли свечи Я записала сюда всех Кто просил меня О здравии Помолиться Наташа С нашего канала Обязательно о вас Людмила Ольга Сергей Всех Всех Помню Всех Люблю Обо всех Помолимся И поставим Свитку За вас Пусть у вас Все будет хорошо Здесь такие Специальные Прошюрочки Просфора И как подать записки Все Разрезался Полностью Все Снимать нельзя Так что Можешь пока Воничу После посещения Лавры Мы решили перекусить Галя Занимай место Я пока Сниму Смотри какой Дед Мороз Очень хорошая Кухня И мы каждый раз Здесь обедаем По каждому Снутри Там Красиво Уютно И Юра Как девица Красавица А сколько Вот этих Русские Чего Дворик Русский Дворик Что ты нам Принес Какие подарки В этом Сундучке Такой Шикарный Это подарки Всем нам Всем вам С Новым Годом С наступающим Рождеством Полный перестройка Зал полностью Переделали Здесь был Камин Но сейчас Мест не хватает Поэтому Полностью Переделан зал Ну уютно Вот в русских Нарядах Ходят Официанты В сарафанах Красивых Лиса Прекрасная И сувениры Которые Можете Приобрести Здесь В ресторане Для себя На память Вот здесь Очень много Сувениров Красивых Колоритных Незаморских Русских Такие Народные Подарки Это все Рукоделие То есть Это все Делают Местные Люди Которые Творят Вот эту Красоту Для чайничков Такие Хорошие Вот видите Именно С храмом С лаврой Коробочки Какие красивые Из Бересты Это все Вырезанное Для украшений Хорошие Хорошие Подарки И даже Маленькие Маленькие Белочки Такие Новогодние Со снегурочками Снеговичками Ой Я показываю Вот эту Красоту И Можно купить Сарафан Русский Национальный Сарафан Такой Красивый Ну конечно Современного Покроя Современной Отделки Но тем не менее Может быть Какое-то народное гуляние Или вечер Творческий Можно так сделать Ну очень красиво И вот пока Вы обедаете Перекусываете Вы можете посмотреть Это все И что-то приобрести Себе На память Все продается За ваши деньги Все что угодно За ваши деньги Все что угодно Да Пожалуйста Ну очень красиво Ну давай А что ты хочешь Ну вот Вот Мне матрешки Мне матрешки Нравятся Они разные Вот такие Настоящие Хотите маленькую Хотите большую Хотите Деда Мороза Тоже из дерева Сделан Все из дерева Нет гипса И так далее Все настоящее Все деревянное А вы тоже Вырезаете Нет Вы продаете Только Ну удачи вам В торговле Спасибо Вот такой ресторанчик Уютный И вот такие Красивые девушки В национальных Костюмах А он Николай меня ждет Уже нервничает Мы выходим Иду Вечер наступил Огонечки Зажглись Вокруг Храма Вокруг Лавры А вон торговля Все продолжается Там торгуют Народными Промыслами Так Мы идем Вперед Это мы С обратной стороны Лавры Объехали По кругу Писали источник Как всегда Петлю сделали Ну уже нашли Слава богу Сейчас идем туда Там темно Правда Там купили Купаться мы Передумали В следующий раз Замерзли Надо Разогреться Хорошо Времени уже мало Все Давай Дочень Преподобного Савстера Рожевского Ученика Преподобного Сергия Радонежского И вот мы Спускаемся К нему Здесь все Переделали Забор Какой-то Вокруг Выстроили Коль помогает Мне Потому что Скользко Очень Пель Я стараюсь Только вверх Снимать Чтобы было Хотя бы Видно Хоть немножко Уж Простите Уже Темно Речка И вот Источник Ребята Уже Пили водички Да И крест Господи Благослови нас Да Да Сейчас Попросимся Туда Без очереди Что Вот так Сделано Все Вот Видите Я вам Рассказывала Как я сюда Съехала Здесь Во льду Все было Потому что Температура Была Где-то Минус Тридцать С небольшим Вот Это деревянный Срубик Он без Окошек Вот Но здесь Очень уютно Под Действительно Благое Место Ребята Уже Искупались Молодежь Заходит Можно вас Снять Не стесняетесь Передайте Привет Всему миру Ой Привет Всему миру Приезжайте Купаться Видите Какая молодежь У нас Да Молодцы Здесь Не очень Глубоко Здесь Где-то Ну До бедер Скажем Но Хватает Окунуться И вода Сколько Градусов Вода Девчонки Плюс Плюс Четыре Всегда Плюс Четыре Градуса Господи Благослови Благослови